Девушки отдыхают. Кошка была обморожена и сильно истощена. Как только Таня увидела фотографии животного, она больше ни о чем не могла думать. Когда девушка везла мурлыку в ветречебницу, она решила заглянуть в переноску. Она потеряла дар речи, услышав, как кошка мурлыкает. Только представьте, малышка весила чуть больше килограмма, а ее тело, лапа и хвост были обморожены. Она не могла есть и пить, но замурлыкала при виде девушки. Таня нашла единственную в Москве клинику, где можно было оставить питомицу под круглосуточным наблюдением. Кстати, она назвала кроху Марусей. Девушка вместе с командой спасателей лечила кошку около полугода. К сожалению, половина хвоста у мурлыки отвалилась. Периодически она чувствовала себя хуже, но продолжала бороться за жизнь. И вскоре Марусина здоровье заметно улучшилось. Дело оставалось за малым, взрослую черную котейку нужно было пристроить в хорошие руки. Но, к сожалению, желающих забрать девочку не находилось. Таня не могла допустить, чтобы с Марусей случилось что-то плохое, поэтому взяла ее к себе домой. Первое время семье девушки было буквально негде жить с кошкой. Люди переехали в недостроенный загородный дом, но кошку не бросили. Таня считает это одним из лучших решений в своей жизни. Кошка оказалась на редкость умной. Когда ее хозяйка садится работать, та засыпает возле нее на столе. Как только Таня возвращается домой, мурлыка уже несется к ней, чтобы обнять лапами. Вместе с Марусей семья пережила много важных событий. Переезды, ремонты, смену работы, хорошие и плохие периоды. С того момента, как Таня встретила кошку, прошло 9 лет. Сейчас Маруси уже не молода, но девушка старательно ее лечит и всячески балует. Она, член нашей семьи, говорит Таня, пусть у Маруси и дальше все складывается как нельзя лучше.